Усилить патрулирование территорий Приморья с воздуха для скорейшего обнаружения лесных пожаров, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такое поручение дал глава региона на совещании с профильными ведомствами, включая МЧС, Департаменты лесного хозяйства и гражданской защиты. Такая практика патрулирования уже доказала свою эффективность в других регионах Дальнего Востока. Даже с учетом расходов на приобретение квадрокоптеров, их обслуживание в обойдется до пяти раз меньше, чем часы налета, вертолетов и топлива. Тем временем термоточки продолжают появляться в районах Приморья. На мониторинг и тушение пожаров ежедневно направляются значительные силы. И как практика показывает, и анализ показывает, сейчас наибольшее количество термических аномалий, точнее загораний, смещается в сторону северо-западных, северных и восточных территорий Приморского края. Значит, если у нас ряд территорий южной части практически прошел пожароопасный сезон, номинально будем так говорить, то основная часть той тенденции развития пожароопасной обстановки, про которую я ниже сказал, я попрошу от глав Дальнегорского городского округа, Анучинского, Кавалеровского района, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Чугуйского, Яковлевского готовиться, потому что у вас все только начинается. Если не будет предупредительной адресной профилактической работы с населением, никакого результата положительного не будет. Как мы горели, так и будем гореть. Независимо из того, что мы 92% лесных пожаров и термических аномалий ликвидируем в первые сутки обнаружения, это неплохой показатель, но мы работаем-то не на показатели. К тушению пожаров в настоящее время привлекаются и парашютисты-десантники, и работники пожарно-химических станций, а также бульдозеры и лесопожарные машины. Губернатор поручил приобрести дополнительные ручные средства пожаротушения и направить их в муниципалитеты, провести полную ревизию сил и средств для тушения лесных пожаров. Также глава региона поручил создать в районах круглосуточные штабы по борьбе с лесными пожарами. Работа оценивается, кроме нескольких глав, как удовлетворительная. Она ни в коем разе не может заслужить оценку хорошо. Резервы сил у вас есть. Пока еще вы, честно говоря, особо не занимались этой работой, сами не вникали, не выезжали, не смотрели, какие группы организованы, как у вас машины. Все это предоставит в штаб в установленном порядке в течение двух суток. Большая работа проводится с арендаторами лесных участков и с охотничьими хозяйствами. В зоне ответственности лесопользователей должны находиться не только их участки, но и прилегающие территории. Если будет предупредить возникать пожары на лесных участках и не будут приняты никакие меры, значит, и пожар будет переходить на другие лесные участки или, значит, на охотпользователи, мы будем расторгать договора с лесопользователями. Напомним, главной причиной лесных пожаров по-прежнему остается человек. Наступившая весна, время ветров и сухой травы. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 спецрежим объявят с 15 марта. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом.